здравствуйте вы смотрите аналитику на канале витража вере в красках конечно же я как и вы слежу за история вокруг николаевского костела пожар который уничтожил органы люстру и даже не с первых дней с первых часов история начала разворачиваться очень стремительно принципе все вполне ожидаемо есть несколько моментов на которые хотел бы обратить ваше особое внимание рупор униатов сетевое издание ресурс сообщает что рима католики начали молитвенный марафон который будет проходить круглосуточно до 13 октября суть его в том что община храма святого николая по их словам просит государство вернуть костел который сейчас они вынуждены арендовать по их словам более 10 лет храм пребывает в аварийном состоянии нуждается в срочно обстоятельной реставрации а вот еще одна новость которая касается всеукраинского совета церквей члены которого выступили за безоплатную передачу здания костела католикам на своем официальном сайте они сообщают что передача храма в собственной церкви позволит наконец реконструировать этот храм который является памятником архитектуры спасти от нынешнего аварийного положения и последствий недавнего пожара здесь все понятно просят передать чем скорее тем лучше причем аргумент тоже ясен нужно реставрировать а теперь посмотрим на другую сторону всех этих процессов елена кулыгина который имеет отношение к службе коммуникаций прямо католической церкви пишет своем фейсбуке достаточно подробный рассказ о положении дел с костелом частности она говорит что католическая церковь давно обращает внимание на то что храм в аварийном состоянии и по ее словам рима католическая церковь была готова вкладывать финансы привлекать спонсоров гранты официальную поддержку других государств но многие из партнеров это все ее слова знаю управленческий уровень наших госчиновников не соглашались отдавать миллионы евро государству было простое условие передайте храм церкви мы его отстроим достаточно интересная позиция мы пользуемся костелом но ничего не будем делать потому как не доверяем чиновникам вкладывать в его реконструкцию не будем пока не станет нашей собственностью а вот еще один очень интересный документ это распоряжение кабинета министров от сентября 2020 года и она цитирую предполагает передачу в постоянное безоплатное пользование религиозной организации религиозной общины приход святого николая киевско-житомирской деецези рима католической церкви в городе киеве объекта недвижимого имущества здания костела святого николая город киев улица большая васильковская 75 путем заключение договора пользования в котором кроме прочего предусмотреть что до перемещения государственного предприятия национальный дом органной и камерной музыки украины в новопостроенный дом музыки пользование религиозной организации религиозная община приход святого николая киевско-житомирской деецези рима католической церкви в киеве объектом недвижимого имущества тем самым зданием костела святого николая совершается совместно с государственным предприятием на существующих условиях пользования вы понимаете все давно передали но католикам все мало там же стоял орган преткновения ведь до тех пор пока он был в костеле там было еще и госпредприятие тот самый национальный дом органной и камерной музыки и орган то стоял в алтарной части что очень мешало католикам но вполне вписывалось в концепцию органного зала и быть соседями с дома музыки назовем его так нужно было только до тех пор пока они не переедут а тут пожар и орган пострадал причем как уже говорят специалистов остановить его невозможно гораздо проще да и дешевле там счет уже в районе полутора миллионов евро его купить я видел цифры сбора денег рядом организации частных лиц там вполне хватает уже на покупку нового органа а уж его возведение в новом здании уверен точно пролоббирует тем более папский нонций после встречи с папой франциском уже прибыл в украину он даже отдал видительные грамоты в министерство иностранных дел вот интересно все получается уже год по этому договору католики вполне полновластные хозяева костела ремонтом все равно не занимались исходя из логики кулыгиной не доверяли но выглядит странно пользоваться будем здание будет ветшать разрушаться а мы будем так хотеть его себе что не будем в нем совершенно ничего делать какое-то иезуитское лукавство на самом деле думая все передадут да еще и с помпой ведь власть не теряет надежды заручиться поддержкой ватикана госсекретарь уже на празднование дня независимости приезжал нонций который близок госсекретарю уже приступил к исполнению своих обязанностей унеаты лезут буквально во все щели стараясь заявить о себе во всех сферах жизни одним словом крестовый поход на восток продолжается остерегайтесь сомнительных собраний непроверенных новостей читайте классику и смотрите канал витражи о вере в красках